Если вы молитесь пять раз в день, то вам наверняка знакома такая ситуация. «Ещё есть время! Для Зухра ещё есть пара часов! У меня есть время!» А потом, за пять минут до асра, вы такой «Ух ты! Ща-ща-ща-ща-ща!» И вы совершаете молниеносный намаз. Вы почти на сверхзвуковой скорости делаете саджда, зимные поклоны. Как молнии ударяете лбом о землю, Субхана Рабби Аль-Аля! Несколько раз бухаетесь об коврик, словно это какое-то кардиоупражнение, и бежите дальше заниматься своими делами. Среди нас есть и такие. Они прохлаждаются и болтают в ресторане или где-то ещё. Пришёл Магриб. «Не-не, небо ещё голубое. Нормально!» И продолжают откладывать. Да, есть такая печальная тенденция. Есть те, кто не совершал иша вовремя, уже очень давно. Это сегодня мы в мечети и совершили намаз сразу после азана. В другие же дни это часто и за полночь, в час ночи, два ночи, три часа ночи. И это реальная проблема. Люди, которых Аллах определяет как те, кто молится, не похожи на тех, о которых мы сейчас говорили. Они постоянны в своих молитвах. Другими словами, всё в вашей жизни вращается вокруг намаза, а не наоборот. Всё остальное должно быть на втором плане. Доводилось ли вам когда-нибудь видеть здание с колоннами? Наверняка видели. Вы можете сдвинуть эти колонны? Нет, вам нужно их обходить. Если, например, захотите внести внутрь мебель, вы не сможете сдвинуть колонны, потому что если вы это сделаете, что произойдёт? Здание разрушится. Пять намазов — это колонны нашего дня. Вы не можете их сдвигать. Их нужно сохранить там, где они стоят. А если этого не сделать, то основание вашей веры, здание вашей веры готово будет разрушиться. Нам нужно сохранить их на местах. И первое качество, о котором упоминает Аллах, говоря о людях, по-настоящему совершающих намаз, они постоянны в своих молитвах. Это означает, что у них очень точное, упорядоченное расписание намазов. Уверен, вы и раньше слышали много проповедей о важности намаза. Сегодня я говорю специально для молодых братьев и сестёр. Если вы хоть немного любите ислам и хотите сделать что-то ради довольства Аллаха, если вы хотите сделать что-то для этой религии, и у вас есть стремление узнать о ней больше, тогда услышьте. Все ваши стремления — фальшивка. До тех пор, пока у вас нет сильнейшего желания совершить и утренний, и ночной намазы вовремя, а ещё лучше в мечети. И если это вас не заботит, у вас нет настоящего беспокойства из-за ислам вообще, потому что если вы хотите служить исламу, сначала станьте достойным этой службы. А это не случится, пока ваш иман не достигнет определённого уровня. Ваш иман не станет таким до тех пор, пока своевременность намазов, особенно Ишай и Фаджр, не станут для вас константой. Субтитры создавал DimaTorzok